Ежедневно публикуется огромное количество постов, в которых люди просят помочь в чем-то разобраться, делятся историями из жизни, публикуют смешные сообщения, посты на тему отношений и многое другое. Но иногда появляются жуткие или загадочные посты, которые могут поставить в ступор любого пользователя, и в итоге остаются загадкой для многих, а их авторы неожиданно перестают отвечать на комментарии. Сегодня мы подготовили для вас несколько самых загадочных и странных постов от пользователей Reddit. Почему однажды эти авторы перестали отвечать на комментарии? Что с ними? В порядке ли они? Никто не знает ответа. Может быть, год назад был пост на Reddit от девушки, которая нашла тревожный контент на компьютере своего парня. Он уехал из города, сказав, что поехал по делам. А она в это время решила воспользоваться его ноутбуком и увидела там много записей, касающихся фетиш-пыток, массу разных грязных фото и подобных видео с незнакомыми людьми, которые были сняты в каком-то лесу. Девушка была азиаткой, и дело в том, что весь контент, найденный на ноутбуке парня, был связан именно с азиатскими женщинами. Она рассказала еще кое-что. Например, что он часто уезжал якобы на охоту с друзьями, но она никогда не видела никого из этих друзей. Были и некоторые другие косвенные потенциально тревожные вещи. Вскоре после этого она удалила пост. Помню только, что многие люди писали ей, чтобы она как можно скорее бежала из дома до того, как вернется ее парень. Несколько лет назад был пост. Парень в нем рассказывал, что раньше он бывал по службе в горячих точках. После этого врачи диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство. А его жена любила пошутить над ним и очень часто подкрадывалась и пугала его, хотя она знала, что ему это не нравится. Однажды он был в ванной, и она, как обычно, испугала его, тихо подкравшись сзади. А он резко обернулся и от испуга сильно ударил ее по лицу. Он был напуган и не знал, что делать. Будет ли ему предъявлено какое-то обвинение и так далее. Парень просил помочь разобраться в этом вопросе, но потом пост пропал. Все еще задаюсь вопросом, какое было продолжение этой истории, и что случилось с этим парнем потом. Одна женщина опубликовала пост, в котором утверждала, что ее соседки – это две женщины в возрасте 60 лет, звонят ей очень много раз и в дверь, и на телефон почти каждую ночь. Она заявляла об этом в полицию около 20 раз. Четыре раза меняла место жительства за последние два года, причем все четыре раза жила в разных городах. И там, как выяснили полицейские, была та же история. Везде, где жила эта дама, она всегда жаловалась на то, что ее донимают соседи по ночам. Это похоже на какое-то психическое расстройство, верно? Как бы не так. Полицейские пошли на принцип и получили разрешение на прослушку всех телефонов ее соседей. И они были в шоке, когда прослушали ночные записи телефонных звонков. Оказалось, соседи на самом деле звонили ей каждую ночь и доводили ее до истерики. Автор этого поста в дальнейшем перестала отвечать на вопросы пользователей. «Я случайно наткнулся на этот аккаунт около года назад и был в непонятках, читая прошлые комментарии и посты, которые были там опубликованы. Похоже, аккаунт принадлежит женщине с дегенеративным заболеванием головного мозга, как минимум. Она выкладывала много постов о том, что ее бросил муж и ушел к другой женщине. К тому же он забрал законным путем их общего ребенка. В итоге она начала спамить и публиковать свои посты абсолютно везде, где только можно было. В итоге она начала спамить и публиковать свои посты абсолютно везде, где только можно было. В них было всего одно предложение, а точнее вопрос. Она просила кого-то по имени Лейси вернуть ей дочь. Видимо, она сошла с ума, потеряв свою семью. В прошлом году видел пост, в котором девушка рассказывала историю о том, что ей с любимым человеком оставалось 6 месяцев до свадьбы. Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Вероятно, они любили друг друга и собирались вскоре узаконить свои отношения. Только однажды парень пошел вечером в магазин за молоком, но так и не вернулся. Как потом выяснилось, молодой человек был в магазине и купил все, что собирался. Но больше его никто не видел и никто не знает, что с ним случилось. Была девочка-подросток, которая давным-давно опубликовала пост, касающийся ее отношений с мамой. Она рассказывала, что была очень больна, а ее мать ничего не пыталась предпринять. Потому что думала, что лучшее средство от любой болезни – это есть больше овощей и не верить врачам. Все писали этой бедной девочке и уговаривали ее как можно скорее идти в отделение неотложной помощи или обратиться в больницу, так как это были не шутки. Вскоре девочка перестала отвечать на комментарии. Что с ней сейчас, я не знаю, но, надеюсь, она в порядке. Один парень однажды просил помощи, потому что был в замешательстве. Как-то раз он с друзьями пошел купаться в бассейн, и его товарищ заметил у него на спине еле заметную татуировку, которую можно было разглядеть, только если очень внимательно присмотреться, находясь в хорошо освещенном месте. Там были видны разные цифры и буквы на непонятном языке. Парень понятия не имел, откуда они взялись на его теле, и ему об этом никто и никогда не говорил. Позже он рассказал, что спросил об этом у родителей, и они стали странно себя вести, отказывались наотрез комментировать это. Ни один пользователь так и не смог дать парню четкий ответ о том, что это значило. Может, родители состояли в секте, и это был когда-то своего рода ритуал или что-то в этом роде. Никто не знал. А спустя сутки его аккаунт был удален. Некий пользователь однажды разместил пост, в котором были слова «уже совсем скоро». «Я уже онлайн. Ждите». Многие просили объяснить его, что означает данный пост, но он молчал. Спустя пару дней он начал выкладывать новые посты, подобные первому, и за неделю опубликовал около 4000 комментариев. Все они немного отличались друг от друга, поэтому маловероятно, что это делал бот. Он также между постами размещал ссылки на очень жуткие и странные изображения. На некоторых фото был изображен лист бумаги с надписью «Ждите. Уже совсем скоро». Если честно, мне стало не по себе наблюдать за всем этим, и я больше не заходил на его аккаунт. Был парень, который опубликовал пост с фото, где он держит некую грязную ржавую металлическую болванку. Он занимался кладоискательством и часто ходил в лес с металлодетектором на поиски старинных монет и прочего. И вот однажды он нашел нечто тяжелое, но что он не мог понять. Пользователи строили разные предположения о том, что это могло быть. Автор активно общался с людьми, которые оставляли комментарии. А позже в комментах появился человек, который представился экспертом в области необычных и подозрительных находок в земле. Этот мужик сказал, что увидел фото и был в ужасе. Он написал, что с вероятностью в 95% это был артиллерийский снаряд, сохранившийся в земле с войны. И как можно скорее просил автора убраться из дома, не трогать эту находку и сообщить в полицию. Но парень больше ничего не ответил. Хотя это был его блог, и он всегда активно со всеми общался и делился своими находками. Не знаю, почему он перестал отвечать, но очень надеюсь, что причины этому стали какие-либо срочные дела, а не попытка, например, распилить свою находку, чтобы посмотреть, что там внутри. Мне запомнился этот пост тем, что он вроде бы был, но в то же время его не было. Объясню, что это значит. Какой-то пользователь однажды задал такой вопрос на Reddit. Туристы-любители лесных походов, что необычного вы когда-нибудь находили или встречали в лесу? Было множество ответов, и одна история меня заинтересовала. В ней парень рассказывал, как несколько лет назад в лесу он наткнулся на большую воронку в земле. На карте эта огромная яма не была обозначена. Это говорило о том, что в этом месте, по сути, ее не должно было быть. К тому же на дне воронки он разглядел разбитую машину скорой помощи 30-х или, может быть, 40-х годов. Я подумал, что это чья-то шутка и не придал этому значения. Однако после этого я открыл аккаунт автора, и то, что я увидел, поставило меня в тупик. Самая последняя запись в нем была создана несколько лет назад, а там у посту было всего несколько дней. Для меня это так и осталось загадкой. Я считаю, что самым загадочным, на мой взгляд, был пост, в котором парень рассказывал, что однажды, проснувшись утром, он обнаружил свежее фото на своем телефоне. На той фотографии был он сам, сфотографированный спящим, как будто его кто-то сфотографировал, стоя у кровати, пока он спал. Этот парень также добавил, что он жил один. Двери были заперты, и варианты того, что кто-то из близких над ним так пошутил, были исключены. Парень был жутко напуган. Он рассказал об этом и друзьям, и знакомым, но ему не поверили. И тогда он отписался на Reddit. Было много разных ответов с предположениями и рассуждениями о том, что это могло быть. Но он так и не выяснил, откуда взялась эта фотография. Через месяц он написал, что ему пришлось переехать, потому что тот жуткий случай повторился снова. Парень опубликовал пост пару лет назад. В нем он рассказывал историю о своем детстве. Когда он был маленький, он случайно обнаружил какой-то странный люк в полу подвала в их доме. Он хотел открыть его и посмотреть, что там, но появился отец и остановил его. И больше никогда не разрешал спускаться в подвал. Через некоторое время они переехали в другой город. Парень вырос и давно забыл про тот подозрительный вход непонятно куда. У него был свой бизнес, и он неплохо зарабатывал. Однажды ему пришла идея выкупить старый родительский дом. Хозяева согласились и за хорошую сумму продали его. Парень вел своего рода дневник и обо всем этом рассказывал в постах. В одном из них он написал, что после покупки дома решил спуститься в подвал. Там он обнаружил тот самый люк, а спустившись вниз увидел длинный и темный коридор. Внутри было очень холодно и жутко. В конце коридора он заметил железную дверь, а из-за нее доносился едва слышимый и непонятный шум. Он побоялся войти внутрь, поэтому поспешил скорее выбраться оттуда. Но написал, что в следующий раз обязательно узнает, что расположено за этой дверью, и сразу опубликует пост и расскажет об этом. С тех пор прошло 7 месяцев, и парень больше ничего не выкладывал у себя на странице. И это добавляет еще большей загадочности той истории. Что с тем чуваком? Все ли с ним в порядке? Этого до сих пор неизвестно. Какой из этих постов больше всего тебе показался странным или жутковатым? Поделись этим в комментариях. Надеюсь, вам понравилась тема видео, и вы оцените его лайками по максимуму. Благодарю за просмотр. Всем пока.